А вот в одном из микрорайонов Гродно местные жители и рады бы сходить, например, в расчетно-кассовый центр, но выходить из дома лишний раз даже не захочется. Территория возле домов вот уже почти год выглядит как настоящая полоса препятствий. Разрытые улицы, перекопанные дороги, а все из-за затянувшегося ремонта теплотрасс. Сначала не было денег, потом подвели подрядчики. В итоге заменить 40-летнюю теплотрассу к новому отопительному сезону не успевают. На место событий выехал наш корреспондент Юрий Корнелович. Неудобство то, что вокруг дома песок. Вот с той стороны даже не разровняли ничего. Ходим, месим песок ногами. Вот именно наш дом стоит как утроба-яги. Все вокруг разрушено и ничего не заканчивает. Жителям микрорайона Фолю, чтобы сходить в магазин или добраться до ближайшей остановки, нужно преодолеть настоящую полосу препятствий. Основные улицы разрыты, подходы к домам перекопаны. Так в Гродно меняют старые теплотрассы. Оказывается, работы эти ведутся с начала года, да еще с перерывами в несколько месяцев. Пришли, сказали машины убрать, будем раскапывать. Раскопали быстро. Вытащили трубы. Поставили новые. И это все осталось в виде канавы. Все рабочие ушли. У нас тут много детей. Наверное, детей малых человек 20. Они все тут бегают. Осень, грязь. Пусть закопают. Нет асфальта. Они объясняют, что у них нет средств, нет денег на асфальт. Пусть нам закопают просто песком. К нашему дому не подойти. Ни скорой, ни такси. Невозможно подъехать. Когда в начале весны пришли строители, жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. И даже сами старались помогать по мере своих сил. И только к концу лета стало понятно. В новом отопительном сезоне без отключения горячей воды и тепла не обойтись. Вот этот котлован прямо напротив подъезда жилого дома разрыли еще в апреле месяце. С тех пор строители здесь редко появлялись. Место раскопок попытались, правда, огородить. По периметру установили металлическую сетку. Но доступ все равно открыт. И все это время местные жители опасаются выпускать своих детей одних на прогулку. Необходимость замены теплотрасс в этом районе назрела давно. Их укладывали больше 40 лет назад. Поэтому прорывы и отключение отопления были делом привычным. Деньги на работы в местном бюджете нашлись. Даже составили график замены. Но он постоянно нарушался. Ситуацию пришлось вмешаться специалистам госконтроля. Со стороны строителей, в принципе, как они поясняют здесь вопросы, как корректировки проектно-сметной документации, так и отсутствие финансирования. Хотя по нашей информации, в принципе, здесь имеются деньги, которые до сих пор еще не освоены. Заказчик всех работ местная коммунальная служба трудности признает. Говорит, подводит строительная организация. Объявленный тендер она выиграла. Но вот масштабы оценила не до конца. Были проблемы у подрядчика там с землеройной техникой. Мы выделили им свой экскаватор. И поэтому эти работы ведутся. Материалы все закуплены в полном объеме. Естественно, мы своих жильцов без отопления не оставим. Там есть возможность отопление запустить по старым трубам. Жильцов такие обещания не радуют. Старые трубы – это опять проблемы с отоплением зимой. Про благоустройство территории вообще говорить не приходится. Официально его уже перенесли на май 2020 года. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей.